Добрый день, меня зовут Надежда Алексеевна, научный сотрудник Нижний Тагийского музея-заповедника Горно-Заводской Урал. Сегодня мы с вами познакомимся с необычным экспонатом. Глядя на него, один из юных посетителей воскликнул, что за странная швейная машина с трубой. Возможно, более 140 лет назад современники Томаса Эдисона, американского изобретателя, также неоднозначно воспринимали его изобретение, которое могло говорить человеческим голосом, то есть воспроизводить человеческую речь. Этот аппарат называли механическим зверем и даже показывали некоторое время в цирке, выдавая за необъяснимую загадку природы. Что за механическое чудо создал Томас Эдисон в 1877 году? Известно, Томас Эдисон – автор многих изобретений. Он занимался усовершенствованием телефона, телеграфа, придумал аккумуляторные батареи, но самое главное, любимое его изобретение – это фонограф. В переводе с греческого «фонограф» – фон и звук графа пишу, то есть записываю звук. Как вспоминал сам изобретатель, свое изобретение он сделал совершенно случайно, когда занимался усовершенствованием телефонной трубки. Он напевал песню над диафрагмой, которой была припаяна стальная игла. Диафрагма задрожала, и стальная игла уколола палец Томаса Эдисона. Этот факт заставил задуматься изобретателя. А что, если создать такой аппарат, который бы фиксировал эти звуковые колебания, а потом воспроизводил их. И такой аппарат был создан в 1877 году и получил название «фонограф». Как же действовало это устройство? Как с помощью фонографа была сделана первая фонограмма в мире? Условно говоря, Томас Эдисон напевал песню в раструб. Пел он про девушку Мэри и ее маленькую овечку. Звуковые волны, проходя сквозь раструб, давили на мембрану, на специальную пластиночку, которая была прикреплена, игла. И игла уже царапала след на вращающемся валике, покрытой металлизированной фольгой. Позднее использовались восковые фоновалики. И если Томас Эдисон пел громко в трубу, то след звука канавка была глубокая, менее громкая, менее глубокая. То есть все канавки, все баруски, где фиксировался звук, они были разные по глубине. И когда он закончил петь, он вернул иглу в образовавшуюся канавку и уже слушал эту же песню только в своем исполнении. Так была сделана первая фонограмма в мире. Заслуга Томаса Эдисона в том, что он не только изобрел фонограф, он наладил серийный выпуск этих аппаратов на своей фабрике «Вест Оранж» в штате Нью-Джерси. Кстати, наш фонограф изготовлен именно на этой фабрике. Доказательством служит шильдик, стальная табличка, где указаны номера патентов и серийный заводской номер. Известно, что этот экспонат поступил к нам в 50-е годы 20 века. Но когда, где и кем он был приобретен, до сих пор неизвестно. В комплекте к фонографу шли фоновалики, которые также были изготовлены на фабрике Томаса Эдисона. На фоноваликах записаны музыкальные композиции. Но оказывается, фоновалики использовались не только для записи музыкальных композиций. Их использовали в качестве изучения даже иностранных языков. То есть на них записывали уроки немецкого, английского или французских языков. Использовали даже в качестве звучащих книг, то есть аудиокниг для слабовидящих людей. Один из фонографов Томас Эдисон отправил в Россию русскому писателю в качестве подарка. Этим писателем оказался Лев Николаевич Толстой. Благодаря подарку Томаса Эдисона сохранился голос великого писателя. В настоящее время фонограф представлен на выставке «Музыкальный автомат в Историко-техническом музее Дом Черепановых». В этом году тагильскому фонографу американского происхождения исполнилось 122 года. Спасибо за внимание.